Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3» в студии Дмитрий Сурков. Смотрите сегодня, 14 апреля, в нашем выпуске. Алкоголь под контроль. О незаконном обороте алкогольной продукции говорили в администрации района. При повышении класса пожарной опасности введут ограничения. В администрации района обсуждали действия особого противопожарного режима. Молодежи об экологии для студентов Сельгинского губернского техникума в районной библиотеке был проведен тематический час. Серебро для воспитателя. Ольга Анисимова стала призером регионального конкурса «Воспитатель года». С завтрашнего дня на территории Самарской области вводится особый противопожарный режим, означающий, что при третьем, четвертом и пятом классов пожарной опасности пребывание граждан в лесах будет ограничено. Введение противопожарного режима обсуждали на этой неделе в зале районной администрации. Там состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В среду, 12 апреля, в зале администрации под председательством заместителя главы района Сергея Заболотина прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече присутствовали руководители предприятий организации, главы поселений, начальники отделов районной администрации. На повестке дня два вопроса. Один из них традиционный для данного времени года. А именно, готовность муниципалитета к весенне-летнему пожароопасному периоду. Подходит к нему район с обнадеживающими показателями. Количество пожаров с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го уменьшилось. О готовности вести борьбу с возможным огнем доложили представители управления Самара-Лес, учреждения Самарское лесничество, пожарно-спасательного отряда номер 40. С основным докладом выступил Андрей Плотцев, начальник ОНД УНД ГУ МЧС России по Серьевскому и Соклинскому районам, довел до главпоселения рекомендации по недопущению возникновения пожарных ситуаций. Главам поселения здесь уже рекомендовано создать и активизировать работу практических групп, которые работают именно с местным населением, которые информируют о пожарной безопасности, информируют о требованиях пожарной безопасности и действиях. Африканская чума свиней стала вторым вопросом повестки дня. В начале этого года заболевание проникло на территорию Самарской области. В частности, в январе вспышка африканской чумы зафиксирована в Хоростянском районе. В ходе мероприятий по отчуждению и уничтожению свинопоголовья у населения ликвидировано более 500 животных. Все это привело к значительным экономическим потерям региона. Серьевской районной станции по болезням животных делается все необходимое, дабы не допустить подобной ситуации на территории муниципалитета. В первую очередь мы прививаем против классической чумы свиней, это уже привито 1878 голов, обработан против арахна и томатозов 2450 голов, роздан населению сельским листовок 378, памяток по АЧС, разосланы 98 информационных писем владельцам ЛПХ, КФХ, проинформированы все руководители хозяйств, всех форм собственности, владельцев ЛПХ, содержащих свиней, о необходимости установки, значит, детсбарьеров, детсковриков, обработанных средствами, активными в отношении вируса АЧС. Возможная близость вируса африканской чумы свиней подразумевает усиление мер по недопущению его распространения. Сергей Заболотин призвал активнее вести разъяснительную работу среди населения, улучшить взаимодействие с главами поселений в данном вопросе. По итогам работы комиссии были приняты соответствующие решения. Следующее ее заседание намечено на конец мая. Дмитрий Стурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В Сельдинском районе продолжаются рейды по выявлению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. За период с 3 по 7 апреля было обследовано 7 объектов, в трех из которых как раз были выявлены нарушения. Всего за период с 21 января по 7 апреля организованы выезды в 86 объектов, выявлено 24 нарушения, из которых 11 связано с нарушением времени продажи спиртного, 9 касаются нелегальной продажи алкогольной продукции, 4 – применение контрольно-кассовых машин. Эти цифры были озвучены на очередном рабочем совещании главы района с представителями силовых структур и ведомств. «Из оборот изъято алкогольной продукции 77 литров на общую сумму 16 489 рублей, спирт содержащий продукции 20 литров на общую сумму 1970 рублей». Тема эта постоянно находится на контроле у руководства района. Как отметил Алексей Веселов, меры борьбы только ужесточаются. Напомним, в январе областное правительство разработало план по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции, согласно которому органы внутренних дел выявляют торговые точки, которые незаконно продают горячительные напитки, наказывая последних согласно закону. «Работа, как мы ранее говорили, она системная. Она не вот разом мы собрались, там что-то сделали и разбежались. Будем ежемесячно смотреть, куда мы движемся. Мы должны тоже свою работу всю показать, а не просто работу, а показать определенный результат». Только за период с 3 по 7 апреля в Сергиевске и Светлодольске выявлена нелегальная продажа алкогольной продукции. Из первого проверяемого объекта незаконный алкоголь был изъят. Во втором случае продукция также была изъята и направлена на исследование. А вот в поселке Антоновка выявили продажу алкогольной продукции в запрещенное время. Стоит отметить, что под проверки попал и частный сектор, замеченный в продаже спиртного. «За последний месяц проведено уже 35 проверок, из них 11 результативных. То есть и результативность растет, и количество проверок растет. И думаю, раз от раза задачи нам глава ставит жесткие, количество проверок и количество проверок будет только увеличиваться». Как было отмечено на совещании, хорошую помощь оказывает и созданная горячая телефонная линия, куда неравнодушные граждане систематически сообщают о нарушениях законодательства в сфере реализации незаконного градуса. В ближайшее воскресенье православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников – Пасху. Предшествовала ей Страстная неделя, самая строгая, наряду с Первой Седмицей. Каждый ее день посвящен определенным событиям из жизни Иисуса Христа перед окончанием его земного служения. Так, Великая Пятница – самый скорбный день воспоминаний о страданиях Христа и его крестной смерти. В Великую Субботу православные будут вспоминать о пребывании тела Спасителя в гробе и о том, что душою он сошел в ад, чтобы проповедовать там и вывести оттуда в Царствие Небесное ветхозаветных праведников. В воскресенье 16 апреля Православная Церковь отметит Пасху – Светлое Христово Воскресенье. В ночь с 15 на 16 апреля в храмах района состоятся божественные литургии. Несколько дней назад в Самаре состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2017». Борьбу за звание лучшего вели 32 претендента, 7 из которых вышли в финал. Среди призеров и наша землячка – воспитательница детского сада «Сказка» Ольга Анисимова. Областной конкурс «Воспитатель года-2017» завершился в конце марта. Участие в нем приняло более трех десятков человек. Итоги были подведены 31 марта, и Ольга Анисимова, сотрудница детского сада «Сказка» поселка Суходол, оказалась в числе лучших. Долго готовили мастер-класс у нас был с детьми, потом лекции родителям, и последний был этап – это ток-шоу. В мастер-классе нужно было показать что-то новое, какую-то технологию работы с детьми. Лекция родителям – у меня была жеребьевка, и нам досталась лекция, как помочь найти ребенку друзей. И профессиональный разговор был на тему «Особые дети». Изначально за победу боролось 32 человека. По окончании двух заочных отборочных туров осталось всего 7 участников. Наверное, уже участвовать не тяжело было. Была подготовка. Сама подготовка, да, она очень долгое время заняла у нас. В детском саду «Сказка» Ольга Анисимова работает 6 лет. Начинала работать с первой и второй младшей группы. Затей к ней перешли дети из средней группы, и сегодня она воспитатель самых старших детей детского сада. Как признается наша победительница, участвовать в конкурсе ей помогали и ее воспитанники. Дети помогали, конечно. Мы с ними проводили мастер-класс. Мы как-то переживали, мы постоянно спрашивали, что вы делаете, чем вы заняты. Нравится работать с детьми, нравится с ними общаться, давать им что-то новое. Ведь не только даешь что-то новое, и многое получаешь от них. Победители и лауреаты получили дипломы и награды. Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза. Цель его проведения – это выявление, поддержка и распространение опыта творчески работающих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования Самарской области, формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога, системы дошкольного образования. Валентина Пликарпова, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Очередной тематический час состоялся на этой неделе в стенах Сергьевской центральной районной библиотеки. Приурочен он был к году экологии. Участие в нем приняли студенты Сергьевского губернского техникума, которые посоревновались в викторине на экологическую тему. Мероприятие на экологическую тематику прошло в Сергьевской центральной библиотеке в минувшую среду 13 апреля. Участие в нем приняли студенты Сергьевского губернского техникума. Встреча была приурочена ко дню экологических знаний, который отмечается 15 апреля. Что экологическое воспитание молодежи – это первостепенное направление работы Сергиевской центральной библиотеки. Тем более в год экологии. Ведь всем известно, что 2017 год объявлен президентом Российской Федерации годом экологии в России. Поэтому защита экологической сферы, сохранение экологической сферы – первостепенная задача не только государства, но и нас с вами, общества. В целом мероприятие прошло в формате виртуального путешествия по Сергиевскому району. Оно включало в себя вопросы, касающиеся экологии, в основном природы и памятников природы муниципалитета. Состязания получились групповыми. Ребята разделились на команды белых и зеленых. Состояние здоровья детей, которые живут около аэропорта, и других детей, которые живут в спокойном мирном поселке. И в обоих случаях дети проживали в одинаковых условиях. Будет ли одинаковым состояние здоровья этих детей и почему? Сотрудники библиотеки часто проводят мероприятия, участниками которых становятся студенты техникума. Это дает возможность ребятам отдохнуть от учебы и одновременно провести время с пользой, получить множество полезных знаний. Правда, обычно ребята присутствуют в качестве гостей, но на этот раз они стали непосредственно участниками мероприятия. Реже такие мероприятия проводятся, хотя они проходят с большим успехом, чем обыкновенные литературные гостиные. Я думаю, что молодежи нравятся мероприятия подобного формата. Итогом встречи стало с небольшим отрывом. Победа команды зеленых. Все участники были награждены шоколадными медалями за первые и вторые места, а также все присутствующие получили конфеты. В этом году в Сергийской центральной библиотеке запланировано множество встреч, темой которых станет экология. Сегодня эта проблема является наиболее актуальной. Она включает в себя не только загрязнение окружающей среды, но и нерациональное использование природных ресурсов и многое другое. Если не задуматься о ее решении прямо сейчас, уже в недалеком будущем, последствия могут быть необратимы. А потому необходимо привлекать внимание к этой теме людей любого возраста. Валентина Плекарпова, Руслан Зубарев, для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Сборная Серьевского района по мини футболу продолжает неприятно удивлять своих поклонников. На счету нашей команды всего три победы в матчах областной спартакиады среди муниципальных районов. На минувшей неделе проходили матчи пятого тура. Наш коллектив проводил игры в Красноярском районе. В первом матче сергиевские футболисты на равных сражались с хозяевами площадки. Долгое время никому нельзя было дать преимущество, но решающее слово оказалось все-таки за Красным Яром 3-4. Во втором матче Серьевск сыграл с Хворостянкой. В вочном поединке первого круга успех сопутствовал нашей команде. Однако в этот вечер лучше выглядел уже соперник. Итог 7-4 в пользу Хворостянки. Серьевск делит пятый и шестой места со Ставрополем. У обеих команд по 9 баллов. Лидирует же в турнире «Большая глушица» 29 очков. Опережающая на 5 баллов Кенель-Черкассы. В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем им слова. После трагедии в Питере, в Самаре усилены меры безопасности. Это касается как и контроля силовиками работы общественного транспорта, так и досмотра легковых автомобилей. Как отметил на заседании антитеррористической комиссии губернатор, сейчас каждый должен понять, что терроризм и экстремизм – это не просто абстрактные понятия, а, к сожалению, жесткие реалии. Напомню, в регионе уже не раз правоохранительные органы задерживали сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, изымали и взрывные устройства. Нам необходимо тщательно пронизировать, что сделано и что еще надо сделать для нейтрализации исходящих от террористов угроз. Важно работать на опережение, выявлять и пресекать факты подготовки террористических актов. Следует также своевременно реагировать на возможные предпосылки к возникновению конфликтных ситуаций из-за социально-экономических, межнациональных, межконфессиональных противоречий. Очень часто с малого начинается большое и завершается трагедия. По словам губернатора, необходима слаженная работа всех структур власти, должны быть приняты исчерпывающие и, если это необходимо, дополнительные меры для повышения безопасности жителей Самарской области. Самарские аграрии смогут выйти на поле не ранее 20 апреля. На юге, где всегда берут старт первыми, еще не везде сошел снег и созрела почва. Если будет затяжная весна, значит и урожай ожидается хороший. Такой прогноз дал министр сельского хозяйства области Алексей Попов. На пресс-конференции он рассказал о готовности региона к посевной кампании и обозначил новые механизмы поддержки отрасли в этом сезоне. В целом, главному экзамену область готова. Семена, техника, топливо и удобрения в полном комплекте. Яровой сев будет проведен на полутора миллионах гектаров. Упор сделают на зерновые и рентабельные бобовые культуры. На 800 гектаров планируют увеличить площадь орошаемых земель. Посевная обойдется в 800 миллионов рублей. На сегодня министерство начало уже активно доводить средства, мер государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. В частности, это несвязанная поддержка. Это субсидия по выплате за приобретенную технику. Это поддержка по производству на литр молока. И на сегодня уже доведено свыше 500 миллионов рублей до сельхозтоваропроизводителей. 21 апреля стартует бронирование льготных путевок в детские лагеря. 21, 22 и 24 апреля с 9 часов бронь можно будет оформить на сайте www.supremo63.ru. График вы видите на экране. Стоит обратить внимание, что сервис доступен при наличии подтвержденной регистрации на портале госуслуг. Напомню, зарегистрировать можно двумя способами через центры обслуживания. Они работают в частности на базе МФЦ и управления Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале госуслуг. Подтвердить свою личность можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальной электронной карты, а при их отсутствии через центры обслуживания при предъявлении паспорта. Сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсоры прогноза погоды – компания микрозаймов «Фастфинанс» и торговый дом «Любимый». «Фастфинанс» помогает деньгами. Займы до 15 тысяч за 5 минут. Пенсионерам скидки. Ждем вас. Поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. Работа на участке, ремонт или отдых – просто немыслимый, без многих мелочей. Торговый дом – любимый вам в помощи в этом вопросе. У нас найдется все. Унитазы и раковины, смесители и мебель для ванны, электроинструменты самых популярных марок в мире, а также саморезы, крепеж импортного и отечественного производства. Огромнейший выбор бра, люстр, светильников, комплектующих к ним. В широком ассортименте товары для сада, огорода, дачи. Кроме того, у нас вы можете приобрести двери входные и межкомнатные, на любой вкус, любых размеров, различная цветовая гамма, широкий модельный ряд, оптимальное соотношение цены и качества. Торговый дом – любимый село Сергеевск, улица Ленина, напротив школы номер один, индивидуальный подход, предпочтением и вкусу каждого покупателя. В субботу 15 апреля на территории Сергеевского района ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 3 градуса. Атмосферное давление 735 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова